I have ways of blowing things up. А где средний? Почему есть только полный и тихий? Ну, типа, полный, минимальный. Я не знаю, это значит и какой-то бред. Я не помню, на самом деле, была ли у меня такая проблема с метро или нет. У них, я так понимаю, достаточно большая разница. Так. Ну, у меня следующая открыта. А, погодите, вот же, и дейлики есть. Пфу, они так сделали все. Я это в прошлый раз просто не заметил? Или как это случилось? Так, 934. Хорошо, поехали, наверное, тогда в Дейлик. В Вашингтон. Не знаю. Да, 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 да. Хорошо, я понял. Да, поехали. Я как раз в прошлый раз и спрашивал, что делать, тут нету дейликов, тут нету этого, а тут оно есть. Или я в прошлый раз их плохо заметил. Надо будет, кстати, посмотреть футаж первой серии. Хорошо, значит, челлендж в том, что у нас большая плотность населения, что могут появляться дома с прямой привязкой к месту положения. Ну, к месту назначения, во. А, и... Дается изначально два моста, но дольше, дальше мосты предлагаться не будут вообще. Так, ну... Сюда поедем. Я тогда поэкономлю мосты, у меня еще 29 тайлс осталось, и там... А тут есть... Ладно, короче... Я забыл, сколько мне надо людей развести, 250 вроде как надо для успешного завершения. Сейчас посмотрим. Пока что так. У меня просто такое состояние, что... Ооо... Нужно звук потише сделать. Ммм... Сюда вот их отправим. Да, мы используем ту же дорогу, это не очень приятно, но, возможно... Чуть попозже мы сможем это или изменить, или что-то сделать, пока у нас в любом случае плотность небольшая. Эти дороги это вывозят. Это у нас гора Виктория. То есть, мост через гору все равно не построишь. А зачем вы строите торговый центр с одной стороны горы, а поселение с другой стороны горы? Кто это придумал? Кто сказал, что это хорошая идея? Ооо... Ооо... Тут вот этот вот какой-то гудящий звук на фоне вместо музыки. По крайней мере, я его сделал потише. Надеюсь, оно не будет сильно на уши давить. Если, кстати, вас это раздражает или что-то такое, говорите. Я, наверное, буду выключать музыку. Ну, здешнюю. Может быть, я буду встать какую-то другую музыку на фоне. Так. Па-па-пам. Два светофора. Два круговых... А, одно круговое движение. Давайте два светофора и 20 тайлз я возьму. Эм... Два кругового центра держать свои дороги, чтобы вообще не пользоваться светофорами. Ладно, потом, может быть, мы что-то как-то оптимизируем. Давайте проведем такой социальный эксперимент. А что если? Сколько у меня еще тайлз осталось? 20 штук. Не так много. А, кстати, у меня есть один тоннель. Ну, блин, ну, здрасте. А вот уже не получилось. Вот уже мой эксперимент завалился буквально сразу же. Вот так сделаем. А, офигеть, а как? Давай вот так. Вот так. Может быть, давайте я для желтых тогда отдельную дорожку сюда проложу. Может, сюда тогда светофор впихнуть? Немножечко больше порядка будет, нет? По-по-пам, еще один светофор. Нет, я бы лучше 40 взял. У меня и так есть лишний светофор. Мне оно... Здрасте. Вот так вот. Ладно, тогда сюда. Зеленым очень далеко ехать. Очень, блин, далеко ехать зеленым. Стойте, а давайте мы сделаем какую-нибудь объездную, может быть, дорогу. Зеленым очень далеко. А почему бы ровно не провести, а? Так, ну... Не-не-не, ты что? Вот так, вот так. А я могу мост здесь как-то? Так, хорошо. Сюда нужен второй светофор. Послушайте, а по-моему, светофор там плохая идея. Хотя, ладно. Он там просто в три направления показывает. Круговое... А я не могу... Почему я не могу тут круговое создать? Вы что? И тут я не могу круговое создать. Офигенно. То есть, для него место надо, чтобы... Ну, блин, нет. Фишка-то в том, что круговое ты ставишь, и у тебя нормально разъезжается машина. Тут какой-то бред получается. Давай тогда вот здесь. И здесь я тоже не могу круговое поставить. Тогда толку мне от него. На, поставь светофор здесь обратно. Ну, блин. Может, это вот здесь можно? Нет, тут тоже нельзя круговое поставить. Ну, не знаю, это какой-то бред. Мне кажется, что, ну, не настолько большие перекрестки с круговым движением, чем перекресток нет в светофоре. По-моему, оно вполне должно было бы туда влазить. Посмотрим, как оно пойдет. Я так понимаю, что это вроде как местного какого-то хардкор режима. Или, ну, на самом деле, я тут другие-то режимы еще не видел. Я видел Free For All. Который, типа, делай, что хочешь. А здесь у нас некоторые челленджи, некоторые ограничения. Тоннель мне дали. Мне говорили, что тут два моста, а другие тоннели мне еще давать будут. Кстати, тоннель, который я поставил, им никто не пользуется. Все едут наверх. Всем выгодно ехать наверх. Как классно. Моторвей. Да, давай. Давайте, может быть... О, здрасте. Ха-ха-ха! Ха-ха! Ты серьезно? Вы будете по тоннелю ехать? Нет, блин! Нет, они не будут ехать по тоннелю! Нет, блин! Они не будут ехать по тоннелю! Знаете, что? Нахрен вот эту всю тему. Моторвей. Давай. Какого? Так. А еще дальше там как-то нельзя. Вот, чтобы максимально отбито было. Нет? Да, я тебя понял. Да. Нет? Так. Não. Я большее. Так, еще один тоннель и давайте тоннель это... Ааааа. Ха-ха-ха-хак. Троллтаун. Мостик. Мостик мне разрешают. Классно. Сюда надо светофор... Вот отсюда вот светофор на... Ты че делаешь? вот сюда на цветофор или нет нет ладно оставьте было и пусть ездит плен мне тут покажу желтых домов под накопилось красный том который так пока занимаешься вон синий дом который никуда не хочет не едет посмотрите motorway пока что пользуется спросом хорошо зеленые тоже предпочитают из того района ехать через motorway чем через загруженный центр давайте вот так вот еще создам чтобы сюда зеленые тоже ехали надо больше зеленых давайте муравьи тащите сюда больше золота так синий супер мост через мост нельзя да вот так сделаем ага сорок тайлз дожили что мне тайлз закончились блин ну тут у нас уже зеленого вову 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 блин на сюда на сюда на сюда ну как-то блин не знаю и как-то вся эта схема не особо нравится пока что у нас светофора не сдать я вот сюда вот круговое движение в так ну чтобы хоть как-то она пригодилась вот тут туннель сделаем 480 пассажиров перевезено на самом деле неплохо пока что неплохо у нас вон до зелеными не очень хорошо в центре особенно блин а мне штук есть еще зеленые дома которые не подключены давай давай поехали офигенно мне закончили ставился но суббота да почему туда-то никто не доезжает но смотрите сколько туда зелени едет ну блин вы чё быстрее едьте надави на педальку там же сейчас 20 и 20 плен давай с туннелем 20 я хочу чтоб зеленые сюда ехали не тут в пробках все стоят сюда едьте блин твари смотрите какая тут пробка страшно я хочу чтобы зеленые сюда не ладно надо будет как-то решить эту фишку они просто не проезжают они все стоят здесь я не могу ничего сделать чтобы они им сделал внизу хороший тоннель чтобы они сюда ехали но блин они сюда не едут они не они придурки ну то есть реально был бы водителем я бы поехал сюда по зеленому тоннелю ну по этому тоннелю вниз чтобы он ее прямо к зеленому торгового центру почему бы это не сделать ладно оно сейчас сверху лопнет да 714 Менюшку Мне эту статистику тоже будут показывать? Нет, не будут Ладно, в прошлый раз мы с вами катались по LA Поехали теперь в Beijing, который Пекин Classic Endless Challenge закрытый здесь Тут, кстати, вот А, вот так вот статистику посмотреть В нижних 30% плохо сыграл Ладно Поехали в Beijing Нам тут название Озеро отдают Я не знаю, что это за озеро Короче, да, в этот раз впервые я столкнулся с тем, что у меня закончились тайлсы, у меня закончились плиточки Дважды закончились, потому что мне не хватало Я немножко не могу понять логику приоритетности движения Почему все дерутся, блин, за одну дорогу, пытаются протиснуться в одно горлышко До этого снизу я делал тоннель, им никто вообще не пользовался, всех или исключительно наверх Сейчас сделал Ну, то есть, я не знаю, в чем прикол Да, я понимаю, что я Motorway плохо поставил Но к тому времени, как я его уже поставил, мне было поздно его убирать, потому что его уже сильно пользовались Но как-то, блин, вот Вот нет Вот прям нет Не знаю Это, кстати, в метро тоже Мне немножечко иногда Не то чтобы поражает, а так ступорит Я не всегда могу понять логику, которой руководствуется игра Ладно, посмотрим Так Что же нам сегодня приготовит Пекин? Шутки про то, что Пекин приготовит утку по-пекински Пожалуйста, не надо Начнем с того, что каким образом появляются торговые центры и обычные дома Максимально нерациональные Если бы я Если бы я это строил, то, естественно, оно было бы построено совсем по-другому Но я так понимаю, что в этом и челлендж То, что оно появляется неудобно Ну, хорошо Посмотрим, как оно будет Пока что у нас только красный Пока что у нас проблем нет Я опять забыл посмотреть, сколько нам нужно для прохождения дальше Но я думаю, что мы справимся Сейчас посмотрим За пять сотен Но в районе пяти сотен мы все-таки вытаскиваем более-менее Даже с теми ошибками С кучей ошибок, которые мы делаем Получается, нужны светофоры Так, это что? Я вдруг сейчас нажму, оно скипнется, не знаю Давайте возьму два светофора Они себя показали более удобными, что ли Чем круговое движение Я бы, наверное, сказал бы, что круговое движение Удобность круговое движение зависит от культуры вождения в той или иной стране То есть, если люди Достаточно грамотно водят, хорошо, по правилам, вежливые То и круговое движение будет срабатывать хорошо Вот, потому что принцип пропуска Он же должен работать как-то Я понимаю, что он в правилах прописан Но знаете, что во многих странах люди ездят так, что правила для них вроде как и не писаны Давайте сразу сюда светофорчик ляпнем А ты будешь в двойном, да, в двойном режиме работать, хорошо Если бы он сейчас работал в тройном, пришлось бы переделывать дорогу, но ладно Чувак на красный только что проехал? Там тихонечко намекают, что в Пекине водят так? А вот нам предлагают сразу еще и Жултый торговый центр Ну тогда да, этот перекресток должен быть регулируемым, потому что иначе они там будут застревать очень надолго Хорошо, пока что вроде все выглядит логично Что у нас, кстати, по... У нас один мост есть Один мост Кстати, фишка с туннелем, она работает на водоемы или нет? Ну то есть можно ли сделать туннель под озером или под рекой? О! Царян Так, дает нам еще один мост Давайте я возьму запасной, потому что еще один светофор у нас вроде как есть А учитывая, что тут все-таки водоемы вокруг, то я бы предпочел второй мост По количеству тайлз у нас еще 46, еще приемлемо Но как мы понимаем, что их слишком много не бывает То, что мне нравится, что здесь все-таки, ну не то чтобы выбор по-другому Все равно там давали тебе один локомотив, здесь в любом случае тебе дают 20 плиточек А к 20 плиточкам ты уже выбираешь, типа, что тебе нужно Сорян Вот, выбираешь уже, что тебе нужно Или Светофор, или круговое, или еще что-то Дайте вам напрямую доступ сюда и будете еще и туда ездить Вот, а иногда тебе могут просто дать, типа, 40 плеточек Если бы такая штука была там, например На тебе два локомотива На выбор Не знаю Немножечко сложновато иногда все-таки сравнивать эти игры Они очень Они очень одинаковые, но они очень разные Если это имеет смысл, то, что я сейчас сказал Но я думаю, вы и так это уже понимаете Те, кто смотрят геймплей, те, кто сами играют Кстати, напишите, вы сами играете Или вы просто приходите сюда почилить на расслабоне Вот, интересно Что у нас происходит Так Заторов у нас пока что не наблюдается Что хорошо Угу Желтый дополнительный Я могу его сюда? Могу Вообще замечательно Вот так иногда едешь по городу Кстати, Моторвейт Да, давайте я возьму За Моторвейт, кстати, дают всего лишь 10 Тайлз Это же слишком крутая вещь Едешь иногда такой по городу и думаешь Ну блин, кто проектировал вот этот перекресток Почему он так отвратительно сделан А сейчас сидишь Делаешь отвратительные перекрестки Говоришь Да Вот это жизнь Так как бы в реальной жизни все нормально было бы Я имею ввиду, чтобы адекватно были сделаны перекрестки Адекватно были сделаны правила А то иногда такую тупость Едешь куда-то и ты не можешь туда повернуть И тебе приходится объезжать через три улицы Просто потому что кто-то сказал, что там вот знаки Мы не будем сюда пускать транспорт Хотя есть инфраструктура Улица сделана так, что туда можно пустить Что там будет парковка и все Но нет, блин, там одностороннее движение Красота Ладно Так Хочу ли я Наверное, я хочу Использую один мостик Не хочу его гнать А, знаете что? Не использую И Оп И Оп Вот так вот сделаем Закрытая инфраструктура Вот эти два домика будут Обслуживать исключительно вот этот торговый центр Пока там что-то другое не появится Красные будут ездить сюда И сюда Двадцать пять плиточек у меня осталось Печоликом Двадцать пять плиточек у меня Да ну хорош Да ну хорош Ладно Ладно, я возьму один кружок На всякий случай Чтобы у меня был Просто чтобы у меня был Спектр выбора, так скажем Того, чем я буду и могу пользоваться Здрасте На Может быть тогда Давайте затестим Давайте затестим Если сюда круговое вставить Будет ли поток более плавным? Давайте чисто попробуем Исчезнут ли пробки Вроде пока работает Ладно, давайте пока работает Оставим Если вдруг не будет работать То будем уже думать Что-то другое Нам бы знаете чем? Нам бы может быть Вот так вот сделать Чтобы не стопорить поток красных Чтобы они не забивали нам все Чтобы они ездили через эту И через ту дороги Я думаю так было бы попроще И тогда вот этот домик Его вот сюда Вот это убрать Да, я думаю Вот так было бы получше Можно было бы делать подъезды К торговому центру С другой стороны Блин, цены бы не было Знаете Кстати, это абсолютно нелогично Но я думаю, что это Как раз игровой момент То, что Так Пекинский турист 200 человек перевести Супер Я думаю, что это как раз Сделано для того, чтобы Ну, как элемент геймплея Чтобы усложнить немножечко Мост или круговое Давай У меня еще два моста есть Давай круговое Заберу себе еще одну Вот сюда вот Я его никуда не могу Не могу, конечно Зачем? Ладно Наверное Наверное Круговое Будет достаточно эффективно Просто, чтобы Под него нужно Больше места Мне кажется Что так Ну, ладно Может быть Сюда еще вывести Чтобы дать им Больше выбора Надо Диверсифицировать Да, как говорится Торговый центр увеличился К нему дали еще один домик Но они все находятся На одной линии Я пока не хочу Их пускать на другую линию Чтобы они ничего Не перегружали Пусть сидят там у себя В своем загончике Спокойненько Обслуживают Этот торговый центр Белое место Для белых Ну, или типа того Знаете Ну, белый Дорговый центр И белые дома На белых машинах Да, да Хорошо Пока что Все относительно Неплохо работает Интересно, а можно было бы Скомбинировать Прикиньте Если бы эти две игры Можно было скомбинировать Что ты строишь Как дороги Так и Метро Блин Может это будет Третья Хотя Знаете что Вот смотрите Как было с Бихолдером Что первая и вторая части Бихолдера Обалденный Сами по себе Но третья Потому что Они скомбинировали Блин Из-за тебя Мост строит Да ты Долбанулся Ладно Давайте Мотовый Еще один Блин У нас же Кстати два Мотовый А че это я В самом-то деле На самом деле Нам пока не надо Пусть 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 лежат Пусть лежат Так вот Да Про Бихолдера Типа первая часть И вторая Они были офигенные По своему геймплея В третьей Когда попытались Смешать геймплей Первой и второй части То получилось Отвратительно Ну Типа Третья часть Объективно Самая худшая Из них всех Вот Но на самом деле Если сейчас Выйдет реально Новый Бихолдер Блин Хотелось бы Поиграть Ребят Пишите Что вы думаете Вообще Про серию игр И будете ли вы Смотреть В новую часть Потому что В новую часть Я играть точно Буду Когда она выйдет Хорошо Обратно На мини-мотор Вейс Я про то Что если Здесь Скрестить Первую Вторую Игру То интересно Получится Отстой Или все-таки Это будет Как-то играбельно Вот к чему Это я Ладно Посмотрим Это Ладно Отлично Офигенно Просто Что вам вообще надо от этой жизни? Мне интересно, сколько продержится белая экосистема, пока мне не придётся включить её в основную городскую. Так, жёлтая. Красная, это понятно. Так, круговое или мостик? Мостик у меня один и круговой один. Давай мостик. Пусть будет, он мне может понадобиться, я чую. А нам надо, я так понимаю, смотрите, где у нас Моторвэй? Моторвэй будет сюда. Моторвэй будет сюда. Синяя экосистема. Хе-хе-хе-хе. Ну пробуем так пока что. Красный. 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 Эм... Ээээ... Эээ... Стоит! Тут я могу крупно... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok интересно ну блин на его туда никак не вставишь это вообще печально круговое это чтоб его ладно давайте я здесь наверно светофор влеплю сюда можно светофор на этот перекресток или нет то может можно круговой на этот перекресток нет конечно же а толку тогда от него ну идите нафиг так на тебе белое сообщество надо подключить я на самом деле увлекаюсь иногда мне остается домики не подключенные такой а какого фига мне на самом деле по моему сейчас максимально невыгодно подключать белых к общему трафику ну что если это туда вольется это такой перегруз будет кстати не сказал бы что шоссе много кто пользуется может тут можно круговое сделать где-то нельзя блин то штука максимально бесплатно она хорошо разгружает трафик да ну и нигде нельзя поставить просто ну вот просто нигде это мне еще один утрой 30 оставай сюда так и сюда светофор куча желтых появилась вот голубые посыпались разбирать хорошо это нет это плохо прозвучал я знаю как есть здрасте а что тут желтый делает блин офигеть какая у них там пробка они не выехать не могут ни хрена стой ну так пропусти его ты чё а как мне теперь вас круговое стало все стало из этого сраного синего торгового центра ну там въезд один я ничего не сделаю ну все они там они там уже навсегда смотрите они не выехали тут уже мертвая вот эта пробка они там просто скопились никто уже никуда не едет не пользуется не мотором ничем почему ну то есть мы же должны как-то разъезжаться как-то что-то где-то не все уже намертво ладно 910 человек мы перевезли это трындец но это же больше не решается убрать светофор минуточку светофор сделал хуже не блин я думал что может еще выкрутимся реально светофор сделал хуже почему но это же бред ну как но даже регулируется же движение а тут без регулирования движения не был не стали ездить ну что-то толку мне от этого светофора а кольцевой и туда поставить не могу потому что вообще никуда не ставится а я и немножечко выпадя от всего того что здесь происходит 934 943 совпадение не думаю ладно следующий раз у нас будет токио токио и лондон у нас есть также у нас есть делики короче ладно но это мы уже будем продолжать следующей серии я потихонечку начинаю познавать и плюс и минус этой игры не мне пока все нравится все хорошо я с удовольствием пойду играть следующую серию но это будет следующий раз и пока что спасибо что были с нами всем удачи и добра бобра всем молодышек всем пока да а Субтитры сделал DimaTorzok